вот так теперь живут жители востока страны веселое занятие в огороде с фонариком совсем даже не поздним вечером да и в других регионах не намного лучше рассвет в три часа ночи такое себе удовольствие многие за три месяца уже почувствовали ухудшение здоровья и значительное облегчение кошелька за свет стали платить больше недовольство людей вылилось в петицию которая уже близка к необходимому для рассмотрения числу голосов об этом сегодня и поговорим а пока поставьте лайк нажмите колокольчик чтобы не пропустить все самое интересное это прямо покунаева и мы начинаем мы уже не раз говорили о том что далеко не лучшая идея была загнать весь казахстан в один часовой пояс но даже просто посмотрев на карту часовых поясов видно что географически мы находимся в четырех часовых поясах и не нужно быть семипядей во лбу чтобы понимать что большинство будут страдать от перевода в один часовой пояс не знаю как вы а я не высыпаюсь толком после перевода часов просыпаясь от того что в глаза светит солнце и никакие шторы не помогают я пытался договориться с организмом объяснить что это правительство так решило но ты должен понять он категорически отказался вот так и живем теперь а вот животным например даже не объяснишь почему на улице рассвет а на часах только три часа ночи силосики совка глубоковский район восточно-казахстанская область время 3 часа утра как вы можете видеть у нас уже светло петухи поют утро полноценное наверно на видео слышно если в три часа уже светло значит светать начинает где-то в 2 30 и кто-то реально считает что это нормально животных также корову же не переубедить что до ярки надо еще час поспать стоит уже мучить кричит ей надо доиться время подошло ей надо на пастбище корове не животным не расскажет петухам тоже не скажешь что вы подождите поспите еще не надо кричать хозяин спит так что для нас для сельчан ничего выгод особых нет в три часа сейчас у нас светает три часа уже светло и нам это в три часа как бы этот свет не нужен мы хотим спать в три часа нашему организму нужно спать и как бы да по времени нам нужно прийти на работу выспавшимися то есть нам нам нужно определенное количество часов для зна зато потом вечером получается мы с работы также выходим пока до дома добрался все у нас уже темно то есть мы просто покушали и мы даже пойти погулять там пойти кому в огород какими-то делами позаниматься в восьмом часу уже просто темно недовольство выражает не только жители востока но и других регионов не восторги от перевода часов и алматинцы у нас сейчас и лето да рано светает да мы вынуждены рано просыпаться нас полностью поломался но хорошо мы люди еще мы можем понять что у нас ну такое я извиняюсь за выражение бестолкового правительства да а как вы объясните корову который как раз надо дать облачат и это летом а представьте что будет зимой темнеть будет в три часа дня да и сейчас большинство весь световой день проводят на работе а заниматься хозяйством вынуждены уже по темноте вот восточно-казахстанская область село сикисовка глубоковский район время 19 15 4 июня солнце у нас уже скрывается за горы сикисовка сикисовка глубоковский район восточно-казахстанская область время почти 9 21 00 фонари горят на улице кругом кромешная тьма у нас ночь даже там где солнце села уже небо не светится все наступила ночь на огороде вот и получается в три часа ночи уже утро в девять вечера ночь и кому от этого стало лучше действительно ли нужен был перевод часов во всех регионах и для чего знаете у меня тоже очень большой вопрос к тому кто перевел это время зачем потому что такая огромная территория но даже так логически не может быть у всех одинаково и приводили доводы что как будто бы все будут высыпаться все будет хорошо но как это может быть хорошо если ритмы в итоге оказались нарушены у многих людей потому что все-таки человек создан так чтобы жить согласен природными ритмами а получается в одном месте солнышко встает в одно время в другом другое соответственно у нас у многих теперь эти ритмы все нарушены и хроническая усталость и только говорили что мы будем высыпаться наоборот теперь мы теперь наоборот все не высыпаемся мы хронически все уставшие недовольные и у нас начинаются болячки обостряться я думаю что дальше будет только хуже это так получается государство народе заботиться с такой заботой врагов не надо тут выгода то только для управленцев больше преимуществ обнаружено не было государственные органы естественно управляемость страной находящийся в едином часовом поясе конечно для органов управления это очень хорошо и совещание проводить и распоряжение различные давать все находятся на работе в одно и то же время возможно для крупных компаний каких-то это выгода которые имеют филиалы во многих так сказать областях по всей стране то есть у них синхронно проходит работа не в разном но а для нас для простых людей особых выгод никаких нет последствия перевода времени сказывается и на здоровье да и финансовом плане очень чувствительно но все таки я думаю если смотреть в целом все будут эти нарушения нехватка солнца она приводит же болезням и иммунодефициту и к рахиту и прочим вещам просто которые сейчас даже мы еще не осознали да и на себе до конца не ощутили но рано или поздно это все будет больше и больше и в итоге наша страна получит инвалидов я считаю а наше правительство готово содержать инвалидов у нас есть на это деньги нам существующим инвалидам сложно помочь в наше время у нас очень много людей которые так сказать метеозависимых которые от всех этих природных явлений у нас так сказать сильно зависят и от солнечных циклов и от других природных явлений сердечно-сосудистыми заболеваниями вы сами знаете какая ситуация у нас по стране и на них это все негативно сказывается они я вот общаюсь со своими односельчанами я же в селе живу ну плохо себя чувствует не не прикажешь ты организму ложится там на час позже или на час раньше вставать для экономики тоже я увидел такой момент я это в петиции отражал что это на руку ну я не знаю энергетическим каким-то компаниям что мы теперь вечером будем на один час дольше свет жить и я не понимаю как это взаимосвязано о чем думают в правительстве если сами говорят что у нас в критическом состоянии энергосистема что нагрузка большая на нее и в то же время они увеличивают вот это время и использование электроэнергии то есть нагрузку сами увеличивают так почему же если кругом одни минусы время все же перевели не особо учитывая мнение народа да предположим в костанайской области время нужно было перевести но зачем тащить в один часовой пояс всю страну я просто не понимаю оказывается у нас вы из наши ученые некоторые вы из выяснили что его видимо и мировые ученые очень сильно прошли какие-то произошли какие-то изменения и земельного ось как-то сдвинулась оказывается 20 числа марта каждого года когда вот равнодействие равнодействие и когда солнце должно стоять зените она не должна отбрасывать и оказывается вот в этот день за счет того что вот ось сдвинуть солнце вот от солнца подойти мы в определенной части не должно не должна подойти она падает вот на основании это это послужило основанием для того чтобы наши власти решили поменять часовой пояс вот в это самое интересное что не наши соседи да наши соседи там узбекистан киркестан туркменистан через каскадь азербайджан россии там китай об этом особо то на это не обратили внимание а наши власти вот знаете вот решили вот поменять я просто хочу поскольку наверно все знают географию а видимо наши власти с географии у них не очень хорошо простой пример вот если возьмете карту да карту гер показан казахстан казахстан вытянут и даже любому человеку понятно казахстан находится несколько часов это вот любой школьник вы спросите выйти на улицу вам ответ казахстан не чили вот если посмотрим печени он так расположен с юга на север да он в одном числе а мы вот так вот 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 эта простая истина фильма не не дошла нашего руководства нашей страны конкретно наше правило ох уж мне этот международный опыт но почему наши власти так любят что-то заимствовать на кого-то равняться совсем не в том в чем нужно было мало того там не обдуманное решение ну я извиняюсь за не парламент поражения тупое решение нашего поэтому вы знаете вот час вместо того ну мы все же люди да ну люди ошибаются и властные люди вместо того чтобы машины да ну там извините да ну вернемся да причем надо возвращаться от летом пока дети на каникулу пока чего и люди уйдут вот это будет незаметно если не растянут то и опять будут нас проблем мы прошлись по улицам двух мегаполисов астаны и алматы и узнали что сами люди думают по этому поводу это неправильно потому что сейчас летнее время 5 часов 4.30 уже светло я вот например хожу на работу 8.30 мне кажется что время уже 10 10 почти 10 9.30 там есть это неправильно для отрава например для отрава для других западных регионов это нормально их трогать нельзя но там трогать нельзя вот эти часы а здесь надо казахстан должен быть вообще если смотреть по природе четыре часа пояса должно быть на меня это повлияло очень сильно во первых светлеет очень рано темнеет очень рано вот я сама в пять утра хоть встаю в три утра уже светло поэтому бесит немножко что нужно предпринять честно я поменяла ну лично я поменял бы время на то есть запада к нам нежели весь казахстан к ним не знаю даже в начале чувствовалось а сейчас уже привыкли принципе на вас как нибудь сказывается честно нет на мне нет ну в три часа до утра начало светлеть раньше времени а так для меня в целом не оказал никакой разницы на меня повлилось сильно потому что я думаю переведут как тайм оперели просто как время обычно не получилось поначалу было весело потому что ты встаешь на час позже как поэтому но на самом деле это как бы влияет на биоритмы человека вообще на не знаю может быть это правильно что перевели на час сача но потом наверно зимой нужно чтоб перевели ну на час позже набор на два часа наверно потому что все таки солнце встает по-другому в разное время ну я благодарен вообще что час жизни мне еще прибавили поэтому это мое личное мнение я допустим не против того что назад перевели время так что как то так если так это мне это время не спишь это гулять не успеваешь ничего настроения вообще нету когда так вот идешь и думаешь не очень утром встаешь солнце светит 7 8 утра и тоже да там раньше лучше было время назад сейчас до сих пор не привык к времени к смене часовых поясов я отношусь очень отрицательно поскольку мы как бы с дочерью ездим школу и когда опять же у нас пояс переменили оказалось что почти весь год вплоть до конца мая мы со школы возвращались в темноте но зато в 4 утра уже светит солнце и очень неудобно детям вообще летом я так понимаю что гулять мы тоже не будем до 10 как нормальные люди потому что уже в 7 часов начинает темнеть организмы перестраиваются тяжело а представьте себе зимой как это будет когда в 4 часа дня ну грубо говоря да ну к пяти часам будет уже крымешная тьма у нас наверное не думают люди эти нет детсадовцев не школьников ну не женщинах которые идут с работы поскольку ну кому нужно чтобы в 45 утра было светло но зато уже в 5 вечера было темно мы категорически против мы подписали петицию и еще бы подписали кстати о петиции ее подписали на данный момент уже 46 тысяч человек а если бы не очень сложная процедура ее подписания проголосовавших было бы гораздо больше здесь сплошной в родительстве сказал а вот потому что он сейчас очень многим пытаюсь тоже помочь объяснить как бы да хорошо я работаю с компьютерами если цепи но плюс к этому еще нужен инси лаур обязательно которые вообще люди не понимают что это такое с чем его едят и очень сложно объяснить и вот говорю даже по работе те люди которые связаны там с компьютерами которые очень не глупы да имеет доступ вот как бы к интернету там и прочие вещи я даже и не могу объяснить что нужно сделать как пойти эту цп сделать как и пользоваться как этот инси лаур установить это очень сложно а люди которые вообще с этим не сталкиваться никак с компьютерами то есть те же например дачники которые очень сильно переживают этот перевод времени до которые вообще предпенсионного пенсионного возраста и никак с компьютерами люди которые не связаны но им вообще даже не объяснишь куда нужно пойти где взять этот компьютер для начала потому что с телефона ты ничего сделать не можешь ну как считаю что и я все-таки с компьютером на ты и со смартфоном и вот когда я попытался эту петицию подписать я почувствовал что для людей действительно неудобно это все сделано нужно зарегистрироваться нужно понять это что электронная цифровая подпись нужна что и надо указать в каком месте она находится в телефоне или там в компьютере и людям которые ну ладно молодежь это они еще это понимают а вот которые после 50 даже им уже трудно с этим вообще глядя на сайт вот я на момент интервью смотрела 612 612 тысяч просмотров но и 50 тысяч мы не можем набрать там 44 тысячи всего подписей но неужели это в десятки раз как бы да такое количество маленькое но ходят смотреть я думаю на петицию не просто так не из праздного любопытства люди бы хотели подписать просто они доходят и сталкиваются с проблемой что подписать не могут поэтому вот эту процедуру бы как-то упростить я думаю что давно мы эту птицу подписали уже не только 50 тысяч все больше 600 тысяч подписали ну 500 точно когда петиция наберет 50 тысяч голосов ее должна будет рассмотреть специально созданная рабочая группа другой вопрос что войдут в нее скорее всего те же люди которые принимали это решение согласно вот закон опять если петиция значит и набирают уже количество вот она случае десятки голосов но вот этого государства уровня который вот против решения которого это и и это было набрано эти подписи до собора или сделано вот эти петиции по завода должен дать три варианта ответа это принять это сказать и ну согласиться золотами граждан второй частично согласить и отказать поэтому как говорить о том что какая будет реакция я не знаю но я могу как чиновник сказать что любой чиновник а тем более государственный орган который принял решение он все равно будет стоять на слоге да и комментарии к петиции говорят о том что множество людей недовольны единым часовым поясом а еще и думаю для чего вообще законопроекты и приказы размещается на сайте открытых нп а якобы для общественного обсуждения когда обсуждался перевод часов тысячи людей проголосовали против и только чуть более 200 за но тем не менее норма была принята а это говорит о чем да о том что не особо то мнение народа и учитывают и это еще мягко сказано и люди уже просто не верят в то что решение могут быть во благо я вам честно скажу я не верю что в сторону народа рассмотрит и все-таки мне кажется они примут решение не в интересах народа и чем они руководствуются принимая вот эти все решения мне прямо очень интерес а вы что думаете по этому поводу напишите свое мнение в комментариях а у меня на сегодня все и большая просьба поддержите нас лайком а также подпишитесь на наш канал чтобы не пропустить все самое интересное до скорого